И всем привет, ребятки! Вы на канале GameOver, с вами снова Иван. И недавно вышла такая игрушка под названием Совет Републик Воркер и Ресурс. Это градостроительный финансовый симулятор, и очень много он чем напоминает такую игру, как Skylines City. Или City Skylines. Ну, как вам удобнее, ребятки? Ну, кто играл, тот знает. Только здесь различие в чем? То, что, да, ребята, это Советский Союз, это СССР, это наша страна, это Россия-матушка, наша Родина, ребята. И довольно-таки очень много детально проработанных здесь всяких различных домов, ферм, совхозов. Заводы, промышленность вся достоверно, она проработана. В принципе, сейчас вы все сами увидите. Так, давайте начнем новую республику. Так, общая сложность, песочница, легко. Давайте просто поставим легко, я не знаю, я сейчас не буду заморачиваться. Начальный год вы можете выставить 60-е, либо 70-е, 80-е, ну и там так далее пойдет. Система образования простая, доступность техники исторична. Так, будет открываться постепенно, количество денег много. Так, давайте, ну да, 70-го года, давайте начнем, да. В принципе. Так, 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 так. Мне эта игрушка понравилась. Я любитель City Skylines, я долгое время у нее задрачивал, поэтому... В эту я тоже подсел игру. Вот. Короче говоря, ребят. Ну, довольно-таки управление здесь, как бы, оно... Само управление игрой, оно легкое. Четыре клавиши мыши. Простите, клавиатура, господи. И клавиши мышки. Все. Ну, а в основном то, что рассчитывать финансы, строить, планировать что-то, управлять техникой, парком, здесь, конечно, немножко трудновато, ребята. Вот. Ну, посидев некоторое время и подрочившись немножко, можно, в принципе, разобраться и войти в суть игры. Так, вот смотрите, где мы можем начать строить наш... 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 наш город. Наш город. Можно, в принципе, давайте какой-нибудь границы. С какой-нибудь границей. Тут есть, да, ребята, две границы. Есть Европа, есть границы СССР. То есть, что это дает, ребят? Объясню. Вот. Это таможня. То есть, сюда все, что вы будете производить в своей стране, вы будете отправлять на таможню. Тем самым вы будете получать деньги. Так. Поближе, поближе, где-нибудь, наверное, сейчас поставлю. Давайте... Так, граница, чтобы была и СССР, и Европа поближе. Где-нибудь вот... Да, вот, слушай-ка, вот тут замечательно. Тут обалденная лесистая местность. Здесь можно будет развить, короче, лесную промышленность, я думаю. Так, ну и начинаем мы с чего, соответственно? Соответственно, мы начинаем все правильно. С постройки домов. С постройки домов. Так. Так. Поехали. Статистика населения. Вот здесь все самое интересное. Все, что вы хотите знать о своих гражданах. Соответственно, дети, старики и трудоспособные граждане. Так, строительство. Начнем строительство, ребятки. Жилые здания. Так. Здесь все дома, ребят, представленные, которые были на то время, они до сих пор стоят, господи. Советского Союза. Так. Кирпичный многоквартирный дом. Давайте панельный многоквартирный дом поставим для начала. Так. Давайте вот здесь пускай он будет стоять. Так. Ждем постройки. Щедринск. Ребят, не в обиду, я переименую город. Переименую я его, ребят, в родной Александров. Так. Сейчас. Аль момент. Все. Замечательно. Итак. Наш Александров готов, в принципе, уже. И у нас... Давайте посмотрим статистику. У нас 114 человек, ребята. 14 младенцев, дети и взрослые люди. Так. Дальше. Что нам надо? Давай посмотрим строительство. Нам нужна строительная отрасль, еда, фермерство. Собхоз. Слушай, собхоз имени Ленина. Вы слышите, какое музыкальное оформление здесь, да? Да. Так. Собхоз. Давайте где-нибудь вот здесь поставим рядышком. Так. Дорога. Давайте дорогу вот так проведем. Вот. Чтобы дорога туда у нас выходила. Сейчас выровняем участок. Все. И строим собхоз. Ждем. Строительство. Так. И нам надо будет еще знать, что надо будет. Инфраструктура. Нет. Строительство. Вот. Среднее поле. Среднее поле. Логично. Правильно. Для чего? Правильно. Чтобы здесь что-нибудь выращивалось. Хотя нет. Давайте начнем пока с маленького поля. А там, если что, увеличим. Вот так вот. Немножко, конечно, вот эта панель, она наверху меня напрягает. Мешает немножко. Так. Вот наш собхоз, соответственно. Нам надо, знаешь, что сделать? Вот нам надо дорогу, дорогу провести. Асфальтированная дорога. Так. Дорога к полю. К полю дорога. Блин. Слушай, вот это вот. Такие крутышки здесь устраиваются. Мне это очень не нравится. Слишком большой подъем. Показать сетку. А так. Погоди. Подъем слишком большой. Ну, это можно, в принципе, рельеф уровнять. Уровнять можно. Так. Уменьшим сейчас мы его. Вот смотри. Сейчас мы его уменьшим. Вот так. Мы его уменьшаем. А теперь пробуем строить дорогу. О. Замечательно. Вот. Я не хочу вот такую, блин, господи, крутую дорогу. Ты понимаешь меня или нет? Так. Давай опустим здесь. Так. Хер с ним. Выравнивай. Строй. Я согласен уже на такую дорогу, господи. Не хочет, не хочет. Сейчас. Один момент. Разберемся. Разберемся. Во. Отлично. Так. Дорога есть. Теперь нам надо, знаешь, что сделать? Нам надо, да, правильно. Дорогу нам надо провести вот туда. К домам. Да. Ну. Давай, давай, давай. Выравнись. 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 И соединись. Не хочет. Давай. Сейчас мы тут уменьшим. Слишком крутой спуск. Господи, я теперь поднял до хера. Во. Крутяк. Все. В принципе, если чуть разобраться, то можно понять, что к чему. Так. Отлично. У нас будет транспорт ходить уже. Так. Давайте посмотрим. У нас нет техники для посева, да? Нет техники для сбора урожая. Нет крутых крытых грузовиков. Так. Соответственно, здесь все будем покупать. Ребят, здесь представлена вся техника того времени. Очень много интересного. Многое узнаете. Я не буду о ней рассказывать. Узнаете многое. И когда будете играть сами и рассмотрите. Так. Естественно, нам нужен комбайн, крытый грузовик. Давай посмотрим. Это что, подешевле, наверное? Так. Урожай. Одну-две тонны он может перевозить. Да. Две тонны, да? Скорость у него 90 км в час. Ну, давай вот этот возьмем. Карл Маркс. Б-100. Так. Маготрактор. Т-28. О, господи. Да. Давай. В принципе, в принципе, что у нас? Это у нас рабочие идут, я смотрю. Это да, у нас идут рабочие. Так. И сейчас, сейчас должны, должны, да. Все правильно. Сейчас должно, должен начаться посев. Слушай, погоди, стой. Откуда у нас электричество? Стой. Тормозни. Откуда у нас электричество? Я же не поставил тепловую станцию. Это как? Господи, это как может быть? Объясни мне. Обалдеть. Слушай, это то, что... Может быть, то, что мы на границе, и как бы здесь есть электричество. Блин. Слушай, ну я первый раз такое вижу. Да. Вообще, я когда играл одиночку сам по себе, то там приходилось электричество. Ставить тепловую станцию, я там замучился с электричеством проводить его. Это такой геморрой просто. Да, меняется здесь, ребята, день-ночь. Можно ускорить, конечно, и время. Две валюты присутствуют, ребят. Доллары и рубли. Я не буду особо рассказывать вам о них. Сами потом рассмотрите, если хотите. Вот здесь вот вопросы-ответы руководства на всю вашу игру. Я вам просто вкратце чуть-чуть расскажу. Покажу саму игру. Какие-то нюансы я, конечно, скажу. Сейчас ждем наступление утра. Потому что я не люблю ночью. Мне непонятно здесь, где чего ночью. Посев прогресс, рост урожая. Да, в принципе, все хорошо, хорошо. Так, совхоз у нас построен. Давайте, знаете, что сделаем. Так. Граница там. Нам надо... Короче, посмотрим, что у нас статистика населения. Пивнушки нужны. Развлечения, больницы. Так. Давай поехали строительство. Смотрим. Жилые здания. Оборудование для граждан. Гастроном. Да, конечно же. Что нужно жителям? Правильно. Гастроном, чтобы они могли где-то что-то покупать. Соответственно. Давайте неподалеку от дома поставим. Так. Почему? Что? Что не так? Ну и что? Объект инфраструктуры мешает? Какой? Вот. Так вот ставим. Ничего не будет мешать. Отлично. Гастроном. Людишки сразу поперлись в магаз, затариваться. Там я не знаю, что они там будут покупать. Молоко, хлеб. И яйца. Хотя, честное. Так. Здесь тоже можете посмотреть всю статистику, соответственно. Так. Это типа пешеходные эти. Это тротуары типа. Короче, понял. Так. Ну и нужно... Так. Знаешь что? Строительство. Посмотрим. Строительный кондобыча и обработка гравия. Каменоломня. Бетон. Асфальт. Открытые. Я хочу поставить... Сейчас. Где оно? Лесопилка мне нужна. Нефть битум. Это не то. Деревья декорации. Различные отрасли. Вот она. Лесная промышленность. Лесопилка. И лесоповал. Так. Лесоповал, соответственно. Сначала строим. Ох ты. Тут леса. Да. Тут дохерища леса. Это очень круто. Давайте где-нибудь вот так подальше. Вот так вот. Вставим. Сразу дорогу ведем. Ведем сразу дорогу. Почему? Погоди. Почему я не могу поставить дорогу? Слишком крутой спуск. На господи. Как ты меня достала. Так. Ладно. Сейчас я буду уменьшать. Раз крутой спуск. Вот так. Приблизительно. Пока денег у нас хватает. У нас денег дохерища. Но. Все равно. Ребят. Советую следить. Следить за финансами. Развивать промышленность. И. Продавать все за границу. Сейчас. Надо еще уменьшить. Надо еще чуть уменьшить. Так. Господи. Слишком. Опустить. Я же уже опустил ландшафт. Нет? Или я уже слишком дохера опустил? Я тебя дострою. Наоборот. Поднимем. Слишком чего. Большой подъем. Да я кто-то за ногу мать-то. Так. Слушай, наверное, придется в лесопилку переносить. Блин, почему я сразу не посмотрел, чтобы болен, господи, можно было бы... Ну... Блин. Слушай, нет, я на это не рассчитывал. Я на это не рассчитывал. Я поставлю лесопилку где-нибудь в другом месте. Да, тут все. Кругом одни склоны. Вот поэтому такая фигня у меня и получается. Одни кругом крутые склоны. Так. Образование. Нет, не то. Мясо, алкоголь, урожай. Хранилище. Вот она, лесная промышленность. Давайте поставим вот тут вот, в принципе. Вот, заморачиваться, шибко не будем. Так. Дорога. Я не знаю, нам придется, наверное... Знаешь, что делать? Нам, наверное, придется еще сейчас автобусные остановки делать. Так. Так, отлично, дорога готова. И сейчас так, мы вот это вот сносим. Нам не нужна больше. Так, лесопилка наша, ребята. Так, текущий рабочих количество 30. Ноль. Нет. Нет у нас никого. Так, знаешь, кто нам нужен? Нам нужен бортовой грузовик, во-первых. ЗИЛ-130, давайте возьмем лесовоз. Лесовоз, а с чем они отличаются? Ничем. Ну, давайте Миас, вот этот вот. Урал-погрузчик, да? Ага. Вот, теперь, ребята, проблема такова, смотри. А вот они, наши красавцы стоят. Так, проблема такова, что здесь нету рабочих. То есть, нам нужно... Смотри, давай посмотрим, показать здания, до которых можно дойти пешком. То есть, вот синеньким показывает, видишь, те здания, до которых наши люди могут дойти пешком. До лесопилки они почему-то не могут дойти, хотя вот буквально выйти из подъезда, и вот, здрасте, я здесь уже, короче говоря. Ну, если, если сделать пешеходную дорожку. Давайте сделаем, попробую пешеходную дорожку. Тротуар, то бишь, тротуар. До работы, до ихней, господи. Они пойдут сюда? Навряд ли, я так думаю. Да, ни одна скотина сюда все равно не идет, слушай. Ни одна скотина сюда не придет. Вот тогда теперь нам нужно построить... Сейчас, погоди, где оно? Нам нужно поставить автостанцию. Инфраструктура. Нет, не то. Строительство. Жилые здания, остановки и станции. Вот, автостанция, короче, нам нужна. Давайте поставим маленькую автостанцию для начала. Расположим ее здесь, где-нибудь рядышком. Здесь-то люди дойдут пешком до нее? Да, я иду. Откуда они нахер денутся? Вот так. Ставим автостанцию. Такс. И теперь. Теперь нам нужно... Нужно что? Правильно. Нам нужна техника здесь. Автостанция-то готова. Господи, погоди. Вот я тупорь-то стою. Автостанция готова. А вот у нас не готова. Так. Не то. Жилые здания. Нам нужен... Парк техники. Все правильно. Строительная отрасль. Так. Нет. Не здесь. А где же оно было? Вот. Нет. Остановки. Автостанция. Нет. Не то. Стоп. Не то. Жилые остановки станции. Гражданский объект. Нет. Не то. Не то. Станция остановки. Открытые строительные конторы. Так. Стой. Инфраструктура. Вот оно здесь, по-моему. Да. Вот автостанция. Вот. Нет. Депо автомобильной техники. Вот. Вот. Депо автомобильной техники. Нам надо. Все правильно. Такс. 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 Давай где-нибудь... Вот здесь вот расположен. Все. Строительство пошло. Можем, кстати, понаблюдать за ним. Все правильно. Все правильно, да. Вот теперь там, здесь должна появляться, ребят, техника вся, которой вы будете пользоваться. Перевозить там все материалы, полезные ископаемые там в другие страны. Автобусы покупать здесь. Пожарные автомобили. Да все, что захотите. Господи. Так. Купить транспортные средства. Вот. Смотри, тут до хрена всего есть. Автобус, цементовоз, комбайн, крытый грузовик, самосвалы, цистерны, бульдозеры, краны. Все, 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 и это все советское, советское. Очень интересно. Так, автобусы. Давай посмотрим. Есть тут скотовоз? Да, вот, по-моему, скотовоз. Есть пазик. Я еще на таком ездил когда-то. Гармошки нету? Гармошки нету. Гармошки-то нету. Так, ну давайте пазик. 32 пассажировместимость. Давайте купим скотовоз и купим паз один. Так. Все, замечательно. И теперь, и теперь нам нужно всю эту технику отправить каким-то образом на маршрут. Берем пазик. Делаем новую остановку. Так, берем Александров маленькая станция и лесопилка. Теперь. Можно, в принципе, я не помню, сколько тут маршрутов задавать им. То есть он будет на маленькой, вот здесь на станции забирать народ, возить на лесопилку рабочих. И с лесопилки будет возить на автостанцию обратно. Все, поехал. В принципе, вот сейчас маршрут задан правильно. Я не знаю, сейчас поедут ли рабочие или нет, но... Пол такой геморрой, что рабочие у меня туда не ездили ни хера. Вот как ты их туда не гони, вот какой палкой. Ну, вот не хотят, и все. Потом по итогу... По итогу они пошли работать у меня. Так, жилые здания. Давай посмотрим еще, построим какой-нибудь дом. Панельный многоквартирный дом. Почему здесь нет хрущевок, а? Кирпичный многоквартирный дом. Это не хрущевка? Что-то напоминает, но, по-моему, нет. Вот, что-то похоже. Что-то похоже уже на хрущевку. Так. Выровняем местность. Здесь можно? Выравниваем. И строим еще один многоквартирный дом. Да, рабочие пока еще ни хера у меня не поехали работать. Вот уроды. Так, рабочие где граждане должны работать? Ладно, ждем. Рабочие должны по-любому прийти. Так, новая остановка. Лесопилка. Гастроном. На поле. Остановка. Поехали. Скотовозец у нас встал. Один там стоит. Ни хера. Господи, я до сих пор даже слышу звук его мотора. Так, посмотрим. Много квартирный панельный дом. В принципе, потребностей здесь нет. У всех все хорошо. 77 человек здесь живет. И вообще, сколько у нас граждан? 210 человек. Ох. Статистика. Что говорит? Безработных 78. Так идите вон на лесопилку работаете. Сволочи. Ни хера делать не хотите. Что за люди, господи? А в магазин хотят. А в магазин-то они ходят. А смотри-ка, вот с этого дома люди могут дойти на работу. А почему с этого дома они не могут дойти на работу? Вот объясни мне, в чем прикол. Давайте проведем здесь пешеходную дорожку. Чтобы им удобнее до магазина можно было дойти, да? Вот так. От дома к дому можно тоже провести, наверное. Здесь нет, да, ни хера? А если тебя провести здесь, они пойдут на работу? Да, посмотрим. Ни хера, слушай, вообще. Оборзевшие, слушай, оборзевшие в корень. А вот, кстати, пошли наши рабочие, слушай, на лесопилочку-то. Да, делать пошло, пошло дело. Техника, техника начала работать, отлично. Так, ну, соответственно, я сразу, знаешь, что, чтобы не заполнять склад, я куплю сейчас сразу бортовой грузовик. Вот этот. Да, пока, наверное, одного хватит. Он у нас будет, короче, сейчас бревна перевозить. С этой станции, короче говоря, на... Сейчас мы построим склады. Склады построим. Склады давай построим вот тут где-нибудь, рядышком тоже, да? Так, хранилища. Вот они, наши хранилища, склады. Можно провести здесь также железную дорогу, видите, да? Вот эти желтые полоски. Так. Сюда же они будут, могут свозить зерно. Сейчас мы, в принципе, купим грузовик, наверное, я думаю. Давай ставим склад. Слушай, вот каким чудесным образом, мне вот до сих пор интересно, у меня свет автоматически сюда провелся. Вообще, здесь, конечно, по идее, нужен свет. Его нужно было самому проводить, но он у меня сам проведен. Наверное, то, что я все-таки, соответственно, на границе. Если у вас какие-то мысли по этому поводу есть, сообщите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, а что у нас? У нас... У нас... Прогресс. Так, урожай растет, урожай растет, это хорошо. Можно купить, наверное, маленький грузовик. Сейчас, скрытый грузовик, бортовой. Крытый, крытый. Давайте... КамАЗ, да? КамАЗ, что ли? Что-то напоминает, по-моему. Или нет? Лимазончик какой-то. МАЗ, МАЗ, по-моему. Какой-то типа МАЗа, что это? Непонятно. Е-300, Ельч Е-300. Так. На склады можно также все перевозить, что вы производите. Ну, кроме, конечно, досок, к сожалению, и бревен. Хотя, вот, я не знаю, может быть, хранилище, подожди. А вот, есть открытые хранилища, где можно, смотри, хранить бревна, сталь, панели различные, кирпичи. Слушай, во-во-во-во-во-во-во-во. Вот этого, видишь, я не знал. Так, у нас много безработных, да? 55 человек, надо построить что-нибудь. Эдакая еда, фермерство, еда, алкоголь, мясо, мясокомбинат, рефрижератор, мясо-собхоз. Мясо-собхоз. Ну, блин. Давай построим еще одно среднее поле. Среднее поле, да. Потому что нам понадобится зерно для, короче, для мясо-собхоза, правильно? Коровки-то должны что-то кушать. Так, дорога. Так, играет марш лавянки, мне кажется. Нет, мне кажется. Так, ну, можно жителей порадовать, порадовать еда, фермерство, еда, алкоголь, пищевый завод, гастроном. Я знаешь, что хотел? Да, правильно, я хотел поставить какой-нибудь бар. Гастроном у нас есть, универмаг, торговый центр, кинотеатр, бар. Вот, поставим бар. Здесь нельзя поближе к домам-то, чтобы они не заморачивались далеко ходить, бухать. Сейчас скажет, что слишком крутой склон, дорогу я провести не могу. Поставки не будут идти просто. Нет. Я так и думал. Ну, а гравийная дорога. Тоже хер там, да? Ладно. Не буду заморачиваться, тогда чисто сделаю... Ага, хер там. Ничего я не сделаю. Знаешь, почему? Потому что снести это здание. Люди просто не смогут туда попасть. Здесь склоны вот этих херов, вот то, что эти склоны. Строительство. Так, еда, фермерство. Жилые здания. Так, бар. Давайте вот прям за домами. А что заморачиваться? Вот здесь вот, в принципе, нормально место расположения. Да, слушай. Отлично. И пешком они здесь могут дойти. В принципе, вот. Сейчас мы дорогу проведем. Ну, а что здесь никак? Я тебя умоляю, слушай. А ну, в принципе, можно вывести на эту дорогу. Так, переход сюда, чтобы они сюда ходили на работу. Что это такое? Что это такое? Ага, все нормально. Это глюк. Глюканоид. Так, ну слушай, у нас уже бревен до хера. Там уже нам сейчас надо будет что-то продавать. Я не знаю. Так, количество рабочих персонал. 2 из 5, да? Уже вот ходят у нас тут бухать. Люди. Так. Так. Становка. Статистика населения. Магазинам еще надо. Как же мы без магазинов-то? Конечно. Без магазинов-то никак, да, ребята? Так, дома, наверное, буду я еще вот тут вот выстраивать. Думаю. А вот, кстати, да, на среднем поле у нас уже работает трактор. Может, второй купить? Быстрее будет. Давайте купим, наверное, да. А почему бы нет еще трактор? Давайте М-82, вот этот. Белоруссия, да? Он у нас будет работать на поле? Поедет? В два смокота они будут работать, нет? Или только поодиночке? Ну. Не очень зергут. Так, ну ладно. Так, давай поставим тогда вот здесь открытые склады. Образование. Это не то. Хранилище. Открытое хранилище. 11 тысяч. В чем разница? Средне-малая. Ну, давайте среднее поставим. Среднее хранилище вот сюда забацаем и дорогу, соответственно. Сейчас мы проведем. Вот. Отлично. Чтобы не захламлять склады наши вот эти. Слушай, ни хера себе, как они вырубают лес. Просто по жести. Покупка ресурсов за рубли. Нет, нам это не нужно. Вот теперь давай мы, смотри, что делаем. У нас есть вот такая вот фура. Фура. И мы делаем остановку ей. Назначаем здесь, загружаем бревна и вывозим на открытое хранилище. Все. Она должна у нас сейчас поехать. Да? Фура пошла. Потому что когда, ребят, заполнятся вот эти склады, все, трындец. Техника встанет, рабочие работать не будут вообще. Слушай, автобусы свалили оттуда нахер. Так, купить новые транспортные средства. Давайте еще портовой грузовик возьмем. Этот сколько у нас? 8 тонн максимально. А что никакие малолитражки-то этот 7? Давай, давай вот этот. Давай заставим вторую фуру тоже работать, ребят. Вывозить бревна. Так, заберем бревна, вывозим сюда. Поехали. Отлично. Посмотрим. Да, вот склады, кстати, заполняются. 870 тонн бревен я могу сюда свести. В принципе, пускай у нас эта техника пока свозит все бревна. А я потом, короче говоря, буду пилить и на доски их и продавать. В принципе, как вариант строительства. Жилое здание. Давайте еще построим какое-нибудь жилое здание. Кирпичный много. Квартирный дом. Кирпичный еще немного. Квартирный дом, вот это пятиэтажечка, да, у нас хрущевочка такая. Да. Что-то, 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 что-то похоже, да. Поставил здесь. Так, дорога. Сушить не люблю, когда ночь идет. Вообще. Пожествие. Пожествие не люблю. А трактор все пахает. Это круто. Так. Отлично. Ночь прошла. И хер да с ней, да. О, круто. Слушай, не шибко заморачивался, короче говоря-то, да. Так. Давай пешеходные тротуары сразу сюда проведем к остановке. Соответственно, правильно, что у нас люди ходили. Так. От дома к дому, наверное, можно провести. Что здесь не доделаешь какой-то. Пройдут, пройдут, ни хера не случится с ними. Так. Можно сюда. Вот так. Так, техника работает. У нас все там замечательно. Слушай, да, я посмотрю. Ну, господи, настройки. Сейчас подождем. Немножко звука. Так. Так. Блин, слушай, какой он ужасный. Ужасный этот дом. Слушай. Это все, ребята, с Советского Союза полностью взят. Так, давайте образование. Образование. Я не знаю, медицинский университет, колледж. Это пока я не буду ставить. Еда, фермерство. Ликеровоточный завод. Собхоз. Элеватор. Это у нас элеватор. Он ничего не нужен, правильно. Для хранения зерна. Здесь мы будем хранить наше зерно. Я не буду его строить. Это вы можете потом заморочиться. Если захотите. Универмаг, гастроном. Вот. Нам нужен универмаг, правильно. Здесь продается вся электронная техника. Видаки, конечно, они в то время еще не были. Ну, всякая электроника. Знаете, такие вот, когда зайчик там лавливаешься с яичками. Вот, типа, таких всяких игрушечек, прямомбасиков. Вот. И, в принципе, гастроном был бы неплохо вот здесь, да, Слушай, построить. Вот. Да, вот. Идеально было бы, блин. Но здесь мешает мне место, видишь. В принципе, все бы ходили бы граждане. У нас прям все поблизости, как на ладони, как говорится, было. Ну, давайте тогда ляпнем его где-нибудь вот здесь. Вот здесь. Вот так построим. Людишки должны уже. Людишки сейчас пойдут у нас в магазин. Покупать там, не знаю, чего себе. Какие вот там шмотки. Вот так. Дорогу проводим сюда. Блин, я вот хотел, знаешь, что я отсюда вот хотел провести. Тротуар. Ну, ладно. Ферда с ним. Не буду я его там ставить. Давай посмотрим покупателей. Так, продавцы у нас есть. Покупатели 11 человек. Слушай, да, нормально, в принципе. Потребность. Что у нас по потребностям? О, подросло. Замечательно. Они радуются больше. Радуются. У них теперь могут покупать шмотки различные, грушечки там. Так. Фуры работают у нас. Фуры работают. Замечательно. Знаешь, что надо сюда? Надо сюда еще купить один грузовик. Купить транспортное средство. 14 тонн. 4 тонна. Вот этот вот Зил мы купим. Чтобы он у нас тоже ездил, бревна собирал. Потому что уже фуры идут в очередь, а грузить-то, блин. Там, блин, нечего. Понимаешь? Понимаешь, о чем я, да? Правильно понимаешь. Правильно понимаешь, да, да. Вот. Ну, в принципе, ребята, что я могу сказать по этой игре? Игра прикольная, интересная. Здесь до хрена всего нового, интересного. Блин, можете увидеть, открыть для себя. Вернуться в Советский Союз. Побыть. Пожить там, посмотреть. Ну, кто-то жил там, конечно. Я не буду спорить. Ну, можете вспомнить много чего интересного. Увидеть вот такие замечательные скотовозики и всего интересного. Также интересное строительство есть здесь различных отраслей. Производство одежды, лесная промышленность, механика. Да, блин, все, что захотите. Также асфальтные заводы строить. Там, не знаю, добывать нефть. Разводить фермерство. Соответственно, образование строить. Техникумы, школы. Вот. И много жилых зданий, интересных на то время. По истечении времени, когда наступает новое время. Там, соответственно, вы проиграли несколько лет. Там, 1975 год. Появилось какое-то новое здание. Открылось там строительство. Можете снести старое, поставить его. И покупать новую технику. Конечно, это все круто, ребята. Ну, я надеюсь, кому-то эта игра понравится. Кто-то посидит в ней долго, подзадрочится. Вот. Все, ребятки. Палец вверх. Кому понравилось, палец вниз. Кому не понравилось, обязательно подписка. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok